Глистастые, поди от зависти, захлебнулись слюной и поперхнулись. Ну, для уралки глистастая теперь уже не помеха. Она готовила, готовит, жрала, жрёт и будет жрать. И она это говорит, причём каждый раз. А ещё мне интересно, сколько же денег они спускают в унитаз? Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф, обсудим очередной видеоролик. И у нас снова приготовление, снова тонна жрачки. И уже сейчас она говорит, ой, люблю, когда запас, люблю, когда много. Уже племянница уже не придёт есть, потому что, ну, уже, наверное, Оля понимает, что ну куда, с племянницей прям сделали обжор. Кстати, я посмотрела видеоролик с 9 мая, и я увидела племянницу. И, по сути, да, можно даже предположить, что она тоже много кушает. Ну, и, кстати, я уже как-то не очень-то и удивляюсь порциям, которые ест Уралка. Ну, по той причине, что, ребят, ну, на самом деле у неё уже растянут просто желудок. Она ела большими порциями, и как она сейчас будет есть маленькими. Она будет испытывать постоянный голод, поэтому она так много ест. Значит, сегодня у неё в меню, что она говорила, рыба. И я думаю, ну, сейчас приготовит какую-нибудь одну рыбку там с овощами, а тут она готовит три. И при том говорит, что сафар рыбу не любит. Рыба мне. Ой, овощи высыплю все. Ой, ну так чё, это же овощи, ничего такого. Это якобы от овощей она типа не поправится, да. Дальше она выкладывает на противень три здоровые рыбёхи. При том, что говорит, что сафар рыбу не ест. То бишь, это всё Оли, целый огромный противень. Дальше, ладно, овощи, рыба, ладно. Дальше обильненько поливаем маслицем подсолнечным. Потом ещё горочку майонеза сверху и наверх ещё сырок. Вот тебе и овощи, вот тебе и рыбка. Ну, что тут удивляться, ребят? Ну, не наедается человек, ну, голодный всё время. Видите, что она говорит, что когда она на кухню приходит, да, у неё прям все болезни проходят. Если что-то болит, то кухня её лечит. Потому что она приходит на кухню, а там столько еды и столько всего можно приготовить. Ну, я подумала, ладно, готовит она сегодня рыбу с овощами, ну, сафару, макароны с котлетами. Хотя уверена, что котлеты и макароны она тоже будет есть. Вы чё? Но и пирог ещё опять мучное, опять сладкое, потому что я видела, сколько сахара она в этот чернослив вбухала. И причём, слушайте, она промыла чернослив, ну, ладно, промыла, потом замочила. Вся грязь всё равно в этой воде ещё осела, потому что сразу он не промылся. И потом она этой же водой, фу, разводит вот это вот жмякало, которое она нажмякала с сахаром. Фу, ребят! И, ребят, слушайте, 30 минут видеоролик и 30 минут вот этого её, я не знаю, мне кажется, что уже ей даже готовить тяжело. А впереди дача, а впереди снова дача. Хотя я увидела в видеоролике с дачи, я же говорю, что просматриваю её видеоролики, как она там рыхлила землю. То есть у неё огромная такая тяпка, в воде её рост, чтобы она даже не нагибалась. И она вот стояла так рыхлила этой тяпочкой. Нет, были моменты, где она там пару разочков нагнулась. Но я думаю, что это всё было специально для видеокамеры. Ну, не способна она, ребят, не способна она нагибаться целый день, чтобы полоть. И вы пишите, что, ой, Оля, там же, что ты там увидела у них на даче? Ну, что ты там увидела? Ну, может быть, ничего дельного там у них нет. Но, по крайней мере, я не увидела такого прям конкретного бардака, что дача совсем не ухожена. Значит, они там что-то делают. Но не они, а, скорее всего, Сафар. Ну, возможно, и его родственнички и друзья. Ну, ребят, ну, точно не Оля. Ну, и уже она конкретно таки говорит, что ей абсолютно по барабану кто чё говорит, кто чё пишет. В общем, ей дал лампочки. Ну, это же все змеюки, глистастые, пиявки, шавки. Это же не люди пишут. И она всё равно будет делать, как она хочет. Будет облизывать пальцы, будет чмокать, чмакать, мкать. Кстати, правильно вы отметили, и мне тоже вот, я тоже такое же мнение, что когда она вот тянет там, м-м-м, то она просто либо хочет что-то придумать в этот момент, либо, слушайте, она тупо просто не знает, что сказать и забывает свою речь, свой сценарий. Ну, короче, как всегда, жрачки наготовили на целый батальон, но всего лишь для двоих. И я уже ожидала момента, когда уже накроют на стол. И думаю, интересно, сколько журалка себе наложит в тарелку. Наколодёт. Порция, конечно, впечатляющая. Но, правда, уже не удивляющая. Ну, потому что я уже говорила, она не может просто есть меньше. Просто не может, потому что она будет голодная. А ещё я заметила целую огромную тарелку помидоров и огурцов. И они же это всё порезали, чтобы съесть. Ну, потому что если порежешь огурцы и помидоры, тем более, которые, ну, куплены сейчас, они со своего огорода, то их нужно съесть, иначе они потекут. И, значит, они порезали специально вот именно такую порцию, чтобы сразу за раз всё слопать. Ещё и чё там было, аджика, аджика, лечо, чё там ещё у них было. Да, и говорят, мы кушаем без хлеба, мы кушаем без хлеба. Блин, так там и без хлеба. Если поешь, то, наверное, если всё это съесть, то я не знаю. Не знаю, потом, наверное, не дохнуть, не выдохнуть. Ну, по сути дела, если я уже повторюсь на комплекте Оли, то это вообще порция с напёрсток. Ну, и дальше Оля уже заявила всем, что им поменяли дверь. Ну, значит, они и правда в срочном порядке меняли дверь по той причине, что она у них была разрисована. Значит, не зря такое пишут. Точно не зря. Ну, что ж, значит, нужно менять. И, знаете, опять же, вот за машину немного затронул. Ребят, если бы они собирали деньги на машину, то явно они не затеивали бы никакой ремонт. И не покупали бы никакие двери. Ну, потому что дверь, по сути, это не дешёвка, а входные двери это, ну, дорого. Мы с вами же ходили с ней в магазин и цены видели. Поэтому вот я всё жду, когда они покажут эту машину и что они придумают, когда купили, где купили. Посмотрим, ребят, посмотрим. Кстати, в комментариях пишут, пишут, что, Оля, вы не уважаете своих зрителей, вы не уважаете своих подписчиков. И мы-то знаем, ребят, ну, знаем то, что она не уважает, то, что она ни во что не ставит. И каждый даже добрый совет людей, которые её смотрят, которым она, в общем, может быть, и нравится, но совет от души столько не жрать, она воспринимает в штыки. Ребят, и это уже просто-напросто не исправить. И, как мне кажется, у неё девиз был и будет. Жрала, жру и буду жрать. Простите, что так грубо, но так и есть. В общем, ребят, у меня всё. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Я, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.